Задолго до начала церемонии прощания у терминала Харьковского международного аэропорта собираются неравнодушные горожане, которые хотели почтить память погибших. Люди пришли с цветами и плакатами. Это большая трагедия, это большое несчастье, которое коснулось нас непосредственно, теперь уже и всего мира. Люди не должны, обычные люди не должны страдать. Я не помню, конечно, никаких случаев подобных этому случаю. Я считаю, что мир должен серьезно над этим задуматься. Не только украинские граждане, но это коснулось очень многих во всех уголках нашей земли. Родственников погибших в аэропорту Харькова не было, они ждут тела на родине. На официальную церемонию, которая прошла прямо на взлетной полосе у борта готового доставить страшный груз в Нидерланды, прибыли представители дипмиссии тех стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе. Международные эксперты, представители иностранных дипломатических ведомств, послы Нидерландов, Канады, Малайзии, Австралии, Германии, Великобритании и США и руководители различных служб области. Мы только что стали свидетелями очень грустного процесса. Процесса прощания с останками жертв авиатрагедии. Процесс прощания состоялся должным образом. Сегодня начался тот процесс, которого мы все очень ждали. И тот процесс отправки останков тел на родину. Мы благодарим все правительство Украины, народ Украины и лично господина Гройсмана за помощь и поддержку, которую они нам оказывали. И мы надеемся, что дальше все будет проходить как спланировано. Хочу еще раз висловить співчуття всем народам, которые постражали от этого страшного теракта, всем родинам погибших. Хочу заповнить, что мы и надалі будемо робити все можливе для того, щоб и процесс доправления всіх тел відбувався дуже швидко. І розслідування відбувалось з максимальною відкритістью, публічностю. После минуты молчания останки в деревянных гробах загрузили в самолет, і первый борт з 16 телами вилетел в голландський Інховен. А уже через час в небо поднялся второй борт з останками 24 жертв авиакатастрофи. Всех погибших планируют доставити в Нидерланды до пятницы включительно. Пока международные эксперты продолжают работу в Харькове. За один день они успели вскрыть два вагона из четырех и идентифицировать тела 200 пассажиров и членов екипажа. Если в вагонах останки всех 298 пассажиров, эксперты сказать пока не могут. Окончательные выводы после проведения доскональных экспертиз будут сделаны в Нидерландах. Ведь части тел на месте невозможно идентифицировать, они в очень плохом состоянии. Однако сразу отправить эти пакеты специалисты не могут. Необходимо соблюсти украинское и международное законодательство и убедиться в безопасности груза, переданного с территории, контролируемой террористами. Мы также хотим быть уверены, что транспортировка этих останков будет проходить безопасно, чтобы там не было никаких возможных нападений и никаких возможных помех. А так и так далее. Надо быть полностью уверенными, чтобы останки этих людей транспортировались безопасно. Кроме того, рейсом на уже не в Нидерланды, а в Великобританию были отправлены черные ящики. Украина передала полномочия по руководству расследованием голландцам. Настаивая на независимом и объективном изучении всех доказательств, отечественные эксперты ни минуты не имели доступа к черным ящикам. Малазийцы, которые получили их от террористов ДНР, передали их экспертам из Нидерландов. А те направили оборудование на расшифровку в Лондон. «Спольно с украинской стороной был обработан документ, который свидетельствовал, что эти предметы, которые нам были названы как черные скриньи этого рейса, что эти предметы, которые называли черные скриньи этого лета, HL-17, никакого часа не перебывали в руках и под контролем украинской стороны». После переправки тел в Европу международные эксперты продолжат работу в Харькове. Ведь под контролем террористов на Донбассе остаются главные улики – фрагменты самолета. Необходимо получить доступ к ним на местности, а после переправить в Харьков, где на заводе имени Малышева подготовлена площадка для реконструкции и экспертиз. Марина Николаева, Инна Степанишина, Владимир Борох. Агентство телевидения «Новости».